Дорогие друзья, сегодняшний прекрасный весенний удивительный выпуск посвящен вам, мои подписчики. В первую очередь, значит, хочу сказать, что Олейник Игорь прислал мне из Молдовы вот такую вот посылку, которую я сейчас раскупорю. А Чаиман Выживальщикович, каждый божий ролик пишет комментарий про горшочки. Горшочки у меня вот здесь вот готовы. Сегодня мы будем делать горшочки, ну и, соответственно, вот эти два человека стали инициаторами вот такой как бы идеи или такого подвига. Дорогие друзья, спонсор сегодняшнего выпуска компания Гренков, мои старинные друзья, они выпустили самые длинные гренки в мире. Ну, может быть, не в мире, но в России точно. У них много разных видов, смотрите по ссылке в описании, и вы там найдете много интересного. Я в одном из роликов говорил о том, что хочу торцевую доску, и Игорь Олейник из Молдовы пишет мне в директ в инстаграме, мол, хочу подарить вам доску. Я думаю, офигеть, 330 тысяч подписчиков, и вот среди них нашелся один человек, который таки подарил мне доску. Вау, какая доска. Да, он делал ее сам, он описал мне, что это его хобби, хотя он занимается совершенно другим, ну, я имею в виду, зарабатывать деньги совершенно другим. И прям собственноручно изготовленная доска. Тут ножки резиновые. Она не очень большая, но при всем этом она пропитана маслом, он сказал, все как полагается. О, теперь у меня настоящая досочка. Я для мяса буду пластиковую использовать, а эту для овощей и всего остального. В общем, горшочки тема актуальная во все времена года, будь то зима, лето, можно сделать порционно. В некоторых ресторанах так и делают, в горшочках подают. Сначала заготавливают, да, полностью жаркое, а потом его раскладывают по горшочкам, и в зависимости от количества клиентов отправляют уже в пара конвектомат или даже в русскую печь, у кого есть. Для того, чтобы они там прогрелись, доготовились и отдают. Я не знаю, что за, ну, вот лично у меня, например, нет никакой, ни малейшей тяги к горшочкам. Что за тяга у людей к горшочкам? Значит, для того, чтобы нам все это реализовать, значит, следует нарезать все овощи. Но чаще всего в горшочки отправляют свежие овощи. Как у нас любят говорить, не хочу заморачиваться, сложил все в котелок один поставил, пусть варится. Но для того, чтобы жаркое получилось максимально вкусным, нужно немножко заморочиться. На мой взгляд, когда ты складываешь все овощи, как есть, в горшочке, потом ставишь запекаться, это получается как будто суп. Причем такой, знаете, с зажаркой суп всегда вкуснее, чем без зажарки. Блюдо получается постное и практически, скажем, маловкусное, да? Если же еще и с жиром там, пожалеть жира, то вообще будет постняк. Просто вареные овощи с мясом, так ведь? Так вот, для того, чтобы сделать это блюдо вкусным, я буду частично обжаривать. Морковка и картофель у меня не обжариваются, а вот лук и мясо я буду обжаривать. Морковь режу не очень крупными кусочками, я бы даже сказал мелкими, такими треугольничками. Тут дело в том, что в зависимости от цели и задач, я всегда говорю, нужно понимать, какая нарезка у вас будет. Если вы хотите, чтобы у вас горшочки стояли там полдня, безусловно, следует нарезать покрупнее. А здесь я хочу, чтобы кусочки были маленькие. Во-первых, удобно есть с ложкой. Во-вторых, чем больше разрезов и чем больше, чем мельче кусочек, тем больше крахмала выходит. Будь то там из морковки или из картошки. И оно, знаете, немножко такое, как бы, сытное, такое плотное, густое овощное блюдо получается. С картофанчиком такое дело. Значит, тоже нужно нарезать все помельче, для того, чтобы картошка быстро проваривалась. Прям мелким кубиком. Совсем чуть-чуть масла. И сюда сразу же лук. Значит, мы говорили про реакцию Майяра, вкус жареного. Когда сахара обжигаются и получается вкус. Соответственно, лук, если его не обжаривать, есть такие блюда, в котором лук не обжаривается. Но он дает... Почему, например, многие люди говорят, я не люблю вареный лук. Потому что сам по себе вареный лук, если он предварительно не обжарен, он какой-то кислый, не знаю, как бы это вот назвать. Вот кто не любит этот лук, вот вы меня понимаете. Мне... У меня, видите, в моем русском словаре нету такого количества слов, которые смогли бы описать вкус вареного лука. В общем, если его обжарить, получается гораздо вкуснее. И вот к чему. Обжаривать лук до готовности, в усмерти или еще каким-то образом не нужно. Только появились вот такие вот поджарки под палки, сразу же его отправляем обратно в чашечку. Оп. Есть масса вариантов по поводу выбора мяса для блюда в горшочках. Я выбрал в магазине специальную такую голяшку с сахарной косточкой, чтобы использовать сахарную косточку. Ведь мы, по сути, здесь, в этом блюде не используем бульон. По идее, хорошо было бы отварить заранее бульон. Но вы скажете, что это долго, что это много заготовок. Поэтому, в принципе, вот на быструю руку я делаю без бульона. Но, если вы будете делать, повторять это блюдо, соответственно, будет возможность, найдите вот такую голяшку напиленную. Не нарубленную, а напиленную. Потому что, когда вы трубчатые кости на рынке вам рубят, получается огромное количество крошки костяной. Смотрите, здесь жирок, да? Я вот это не обрезаю все, хотя вот, может быть, жилку вот эту вот, она тоже жирок, по сути. Косточки эти нужны для того, чтобы я их поставил внутрь горшочка. Вот смотрите, навряд ли, значит, очень часто вы, подписчики, в смысле люди, россияне и так далее, пользуются таким элементом. Но это очень крутая штука, потому что, как я уже сказал, раз у нас нет бульона, то мы должны из этой сахарной косточки вытопить мозг, ну, то есть, жир, который находится, да, вот внутри. И дать, и потом, знаете, можно ведь, так как у нас там ничего не болтается, не кипит, все будет оставаться целиком, вы потом косточку вытаскиваете, представляете, ложечкой. Это кто любит? Некоторые скажут, фу, я это не люблю, жир, а некоторые вот прям ложечкой. Это очень будет круто. Значит, что касается мяса. Мясо режем кубиком, ну, помельче. Жилки я не убираю, потому что я люблю, чтобы там все это было, знаете, как холодец. Кусочки небольшие, для того, чтобы быстрее мясо сварилось. Оп. Опа-ля. Пока мясо обжаривается, значит, в самый низ картофан. Картофана должно быть много. Все, в зависимости от емкости вашего горшочка, смотрите сами. Нужно потрясти, чтобы картофан упал. Много морковки нельзя, почему? Потому что иначе будет слишком сладкий привкус. Чеснок по одному зубчику на каждую емкость, хотел сказать. Или на каждый горшочек. Как мы? Без чеснока никак. Без чеснока никуда никак. Так, соль. Так, и мясо надо слегка посолить, потому что оно у нас будет лежать сверху. Оно должно быть соленое. Чёрный перец. Лаврушечку обязательно. Небольшое количество. Емкость небольшая. И лаврушка может дать горечь. Лук от семени дуг. Значит, мясо. Значит, все остальное мы забиваем мясом. Мясо у нас будет давать влагу. Влага будет опускаться вниз на картошку. Ну, вернее, вот этот мясной сок, да, я все равно буду добавлять сюда воду. Я вот о чем. О том, что все мясо должно быть сверху. Сверху. Теперь, пару кусков томата. Томат, первый томат из Крыма уже пошли. Два куска томата. Значит, на томат соль. Значит, есть еще несколько вариантов добавления туда внутрь определенных вещей. Ну, во-первых, сушеную зелень я обязательно добавляю. Значит, если вы любитель всякой экзотики, можете сюда добавить зиру, тмин, кориандр молотый, кориандр целый, если кто любит. Можно сюда добавить прованские травы, всякие итальянские травы, кавказские травы. Любые специи добавляйте по вашему вкусу. Чайничек закипел. И сюда наливаю горячую воду. Я до края не лью, потому что там везде еще вода в этот бульон превратится. Но вот, знаете, вот по нижний край вот этого горлышка вот так вот лью. Теперь крышечкой придавили, крышечкой придавили, придавливаешь, и обязательно фольгой. Ну, я так делаю. Знаете, раньше глиной обмазывали. Да и в некоторых народностях есть такая техника обмазать глиной, чтобы ничего не выходило. Матрешечки блестящие готовы. Они, кстати, вот руками уже от кипяточка, да, нагрелись. Чувствую. И обязательно это все ставим в духовку. У меня духовка стоит на максимуме. Значит, для тех, кто постоянно спрашивает, что это в духовке такое. Итак, пицца-камень, который у нас есть в ролике про то, как выпекать пиццу. Он у меня все время здесь лежит. Он немножко выше температуры делает в духовке. У меня верх-низ усиленный, 230 градусов. Все. Забываем про горшочки на час-час двадцать, в зависимости от того, какое мясо вы используете. В итоге у меня все эти штуки простояли ровно час тридцать. Ровно час тридцать, пока я запарился, пока я ходил, бродил, думал, размышлял, пока занимался своими делами. Это у меня остатки. Немножко измазал я свой камень, но думаю, ничего страшного. Запах, конечно, шикарный. Ну, что я могу сказать? Во-первых, говядина дает яркий аромат, гораздо ярче, чем свинина. И даже можете не спорить со мной. Самое главное, что у говядины он очень приятный, молочный такой вкус. Придется стирать прихватку. В общем, вот смотрите, в принципе, конечно же, в любой керамической емкости, если наглухо ее запечатать, то будет запекаться у вас и вариться все, что хотите. Дальше надо посмотреть, что у нас внутри вот здесь. Там у нас косточка, да? Там же у нас косточка. Помидор весь растаял. Картофан с морковкой. Чувствуется, что они мягкие. Вообще, вообще мягкие. Аккуратно. Вот она косточка. Класс. Аромат. Аромат шикарный. Видим мы здесь только картофан, потому что он у нас был снизу. Так, косточка мозговая встает у нас наверх. Вот она. Мозг, правда, выплавился или куда-то исчез. Но он тут, внутри тарелки. Чуть соли. Не хватает. А еще не хватает сметаны. Вот теперь сметану нужно добавлять, потому что во время приготовления она там свернется, хлопьями будет. Что с ней не делай. Теперь сметана. Сметану не жалейте. Кусок чесночного багета. С утра покупал продукты, заодно думаю, дай-ка я куплю. Ой, чесночный багет я люблю. Кстати, надо будет как-нибудь сделать. Чесночный багет. И укроп. На сметану посыпали. Вот сюда на сметану посыпали. Ну, пора пробовать. Ну, что бы вы ни говорили, это, конечно, божественно вкусно. Вы обязательно мне пишите, чтобы такое приготовить. Вот вы знаете, только, пожалуйста, без всяких таких там, как правильно намазать хлеб на масло. То есть, есть какие-то адекватные вещи, есть какие-то неадекватные. Неадекватные я игнорирую. А адекватные, типа, вот как вы все там собрались, это заговор на самом деле. Взяли такие, блин, и все. Один начал, а остальные подержали. Да-да, горшочки, горшочки, горшочки. Конечно. Соответственно, не забывайте ставить лайки, репосты делайте, подписывайтесь. В общем, кайфуйте вместе со мной. Да. Пока.